Сегодня у нас 3 октября. Вот Игнатьич пошел утром к нам в дом. Сейчас возле печки стоит греяться. Там вот брат Никита трудится тут на кухне. Наш салат, арбузы. Брат Никита вырастил. Разные арбузы. Вот интересная картина у нас. Паля у нас. Котеночек. Вот она лежит. Залезла в ведро. Тут тряпочка у нас половая. Сама легла? Ну да, сама. А там на печке он идет. С печки, да. Там тепло. Такие разнообразные. В городе ничего этого нет. А что подесь, если лежит у тебя? Ты хлеб пищешь? Покажи мне. Ну да. Гляди, гляди. Встреча матери с сыном. Проверила, как он лежит. С дочкой. С дочкой. А? С дочкой. Вы говорите с сыном. Да, да, да. С дочкой. Вот он. Тверже. Вот наше утро. Посмотри, какой скорл. Раз, два, три. Три метра. Больше даже. А ты это большие шаги сделал. А помидоры между зелененькие. Если на улице умывальник, там идти холодно. Руки может быть помыть. Арбузы. Свои, свои. Так, а ты чего тебя, Никита? От картошки. О, давай мне. Нет, ну, как берите. Отвар, это у меня для горлышка. Если голос-то прорезывается. И вот смотри, что здесь, как у нас. Сразу разнорядка. Ты один идешь и берешь с собой, что надо. Что там, какие гвозди, размер, спуск в лагерном прудах. Хорошо. Я думаю, где ты сделал этот предварительный, как пломбу назовем ее тоже. Перед входом-то. Оно будет вымывать. Как бы сверху-то ее запечатать теперь это. Сверху. Замерить все это. Или там что-то твердое такое наложить. Камень какой, не знаю. Но это вымоет вода, потому что. А что там глина не вымоет на пути? А ее надо сохранить. Ты сделал там все, перекрыл воду. Теперь вода вообще не течет. Подумай хорошенько. И взять, если у тебя место найдется велосипеда, грабли. И выловить эти... Глаза какие. И выловить, которые ты отпилил. Насколько достанешь где. А они все около берега. И вытащить ее на другую сторону. Рядом бросить. Тут же на плотине, чтобы можно было потом собрать и на дровах. Это мы можем на тележке, когда бываем, готовые полежки собрать. Пограбли обязательно надо взять. А мы с этим на тележке поедем с Никитом. Дежурный. Печку только покажи. Сигарет. Ну-ка в печку загляни туда. Дрова горят. Интересно в деревне, как ли, какие там приборы. Дай-ка покажи. Там наделали сами. Клюку. Ну-ка это не наша. Дальше дрова тут. Это как за куток оконорусской пищи. Самая русская пища. Это вот на зимние. Вот это вот на летние. Летние. Открыл напрямую идет. Открыл. Теперь она куда идти? Она пошла. Дыр пошел куда-вокруг. И обогрев. Ну, то есть, вторая. А это русская пища. Открыл. Все. Еще идет. Все готовит. Это я делал лет, наверное, 17 назад. Больше. Лет 20. Моя работа. Как Шариков говорю. Я почти 40 лет тысячи делал. А здесь были калашниковы. Смотри, как они обделали. Плиткой, да под свет. Все какие цвета разные. Вот. И вокруг здесь все обделали. Вот она идет под окнами. Вот на той стороне. И вон куда. И вон там за печкой идет. Валя пошла. Так, к мамке на печку. Она смотрит. Ну, залазь, залазь. Она не может помогать ей. А это, что-то, мой голос услышал. Я ее гальяной подкармливаю. Как только звонок ударишь, вот сейчас увидишь. Улиди. Видимо, ей там тепло. Она чувствует, что ниоткуда не поддувает. Мы-то не чувствуем. У нас щели здесь. Пол-то щели, щели. Мы сырые доски перебивали. И они там калашниковы делали. Вон они там. Они доска к доске. А у нас тут так. Грязь тут залмазывается. Сидит, смотрит. Вот сейчас я потихоньку возьму. А рыбу-то не вытащил. Холодная. Вынес, вынес. Вон она. Вон она. Вот, я возьму сюда, потом принесу. Я сейчас на завтрак. Пойдем-ка. Посмотрим, как. Слышь, как вешалки Володин кабинетик. Эх, какая у него здесь. Постельщик. Царская комната. Не заправил, да. Все у него есть. Это она, наверное, впервые своя комната. Ну да, а здесь-то, да? Смотришь, как. Это все благодаря тому Роспотребнадзору. Кабы они нас там не пошевелили. Ну, мы там и так и сидели сейчас на кухне. А здесь двери-то какие-то. Погляди. Сравни. Ну, что было-то? А это лаз наверху сделанный. Голубям. Прямо и отсюда можно выходить. Ну, мы не выходим. Сейчас я покажу. Вот. Смотрите. Семь мы завтракаем. Я беру колокольчик. Звоню. Кто-то, смотри, сейчас как выкатит. Паря сейчас, кошка. На звонок. Темноватая. Вон она уже ждет. Она уже вон сидит. Она уже там. А-а-а-а. Вон она сидит. Где я сижу, она сидит все уже ждет. А-а-а. Головой крутит. Вот смотри, я сейчас на. Паря пришла. Моя паря пришла. Ну-ка. Вот у меня на двяшки. О-о-о. Обрайте. Давай. Паря. Вот она где. Ой, паря пришла. Паря, паря были. А-ть. Ешь. Ешь. Все, играет рыбкой. Поиграла. И все, начинает запракать. Живая. Пушистая, такая интересная. Все. И тут распределяемся на работу. Я с Никитой. Потому что там не академа. Два ряда. Сейчас натащу лопаты. Возьму тележку. С собой две толкушки. Палатку. И мешки. Мимо проезжаю батюшки. Надо толкать. Палатку надо. Засамонить эти норы. Огромные норы. Бобровые. Капканы все снимаю. Уже время пришло. Убирать. И все. У меня я там сильно надорвался. Выношенный сегодня горшок. Как будто она и кровью наполнена. Совершенно. Я чувствую слабость. Что-то у меня там. Вернее, не надо. Потому что такие тяжести нес. А у меня никак нельзя. Больше. Кажется, ты ну, 30 килограмм запрещали. А я пойду вышли с вами. Куда выше. Надо скорее было. Скорее. Закончить надо. Перейти. А потом ты переведи. И там проверь. Что надо сделать. На храмовом пруду стек. Только стоками займись. Один. Там работы на одного человека вполне достаточно. Надо морковку выкопать. Выкопаем. Пойдем выкопаем. Мы с Никитой. А ты этим занимайся. Куда уже не отходи. Сегодня у нас вторник. Аромально в городе. Как примерно. Если дождик будет. А может быть даже мне машину дадут. Сообщат по телефону сколько стоит. Камаз. Матушка как-то мешков. Картошки там убит. Свою подготовить. Только что быстро грузить. Никакой ошибки не должно быть. И с камазом отправиться. Было бы сеться сегодня. Здорово. Если сегодня. Мы грузили с Раваном. Где-то Абрама носим и приехали. Не знаю. Они собирают почти дни в дождь. У них сушильный аппарат. У Евгения. Это долгово. О. Вот она пришла. Еще надо ей. Ну-ка давай. Тут голова отдельно. Паля. 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 Вот она. Вот так. О. Держи. Держи Паля. Паля. А я малечко руки обтираю от нее. Рыбные. А мать ее оближет. Чтобы не так ей было скучно-то. Видишь, как у тебя интересная деревня. У меня в городе сейчас еду. Заранее знаешь, ничего этого не будет. Интересно, у меня ролик поставили были баптисты. А я взял, обошел всех. Расспросил. С какой целью они приезжают. Как кажется. Напали. Видно, что баптисты находят. Песни. Как поют. Да что там? Ради песен, что ли, Господь послал. Цыгане поют песни верующие. А работать никого не видать. Нигде. Человек определяется, где говорится. Трудом, жизнью, молитвой. И нападает. Ругаются. По площадному. Ну и коммунисты же за баптистов там заступаются. Это же баптисты. Прорвало их как. Вот этот ход был правильный. Я показал. Просто мое мнение. Я приходил к людям. Как ты понимаешь. Зачем они к нам приезжают уже не один раз. Баптисты. Они не скрывают, что баптисты из отделенных. Совет Церкви тогда был. Не зарегистрированные. По закону Яровой их уже начинают жучить. Там где-то задерживали. И прочее. И обзываются всякое. Как вот ребятишки маленькие. А что отмечать? Что отмечать? Один, который у меня. Там я адвентист был. Он хочу узнать православный. Какая церковь истина. А я по вопросам вижу, что это подыскивается. И мы отвечали. О, вот не отвечаете. Как легко удалось вас посадить в лужу. Хам какой. Пришел. А кто? Казанцев Василий. Казанцев. Может быть он и не Казанцев. Но тебе не отвечают еще теперь. Обзываться, ругаться. У меня право есть не отвечать. Тем более я дал ссылку на материалы. А я не хочу смотреть, где у вас там написано. Вы мне дайте это сегодня. То есть командует так. Если нас спрашивают, где такое-то стихотворение Григория Нариканси, я указываю книгу, страницу. Нет, я должен сам своими словами напечатать его. И подыскивается. И главное, раз за разом каждый день заходит, и видно, что это уже на крови. Я ему не отвечаю. Он обзывается. А вначале так верующий. Я ищу веру. А сейчас кроет меня почти зря. Вчера меня уже в лужу он посадил. Я и так мог это наработать. Ну, какая-то вера. А почему? Ответ один. Потому что не в церкви. Потому что на исповедь не ходят. Грехи свои не открывают. Он парится под своим беззаконием. Сегодня интересный указ председателя Совета Министров Медведева Дмитрия Анатольевича вышел. Вышел. А что? Как там хранить кадила? Свечи, чтобы не оставляли нигде пожара не было. Прямо закон вышел. Все, он утвердил. Теперь так и будет. Вот где кадила висит, чтобы там не горючий материал обито было. А я же там еще не ближе полметра. А я все время об этом говорю. Я был в Томске, там сгорел. В Канаде был. Где он там, в Оттаве, или где у них, у митрополита Виталия, храм самый большой. Соборный храм сгорел. Донской монастырь горел. Свечи ушли, свечка наклонилась. Или лампадка что-то оторвалась. И горючие материалы, которые масло, горючие. Где, как хранить. Пример занимаются. Ну и правильно. От этого гибнут люди. Большое достояние. Молодец. А его ругают везде, этого, Медведева. А за что ругают? За то, что мы не делаем. Он подсказывает, как наоборот, надо молиться за него. А мне он нравится. Приятная наружность и человек. Ну и что нам, императора Фоку надо, чтобы всех казнил. Вот он. Съела уже. Конечно, съела. Вот он пошла. Так. Все. Садимся за стол. Давайте картошку только нахуй. Э. Ее картошку-то. А вон она в чашку. Вон даже в ту. Давай. Она саженная. Ну вот так. Это вот мы трое остались. И работаем. Давай. Сухари. Я Ела нам приготовила мешок, бередаю. Вот они сухари. Из своей руки она, я ей даю мешок, она половина. Ей мешок, а половина. Вот сухари. Только попустил, он уже быстро вообще размокает. Я люблю. Она готовит, как все хорошее. Я беру только для тех, кого не знаю. О, разыгралась. Что, играет? Но косточкой. Где она спряталась? Ты можешь мне молоко сюда налить, если есть горячее молоко? Нет. Ну, можешь туда вписывать. Я видел. Ого. Все. Давайте, братья, за слово молимся. Господи, благослови пустить дары твои святые. И освети их слов истинные молитвы. Тебя слава за все отецственности. Твой дух. Аминь. Аминь. Вот так. Что, ты ищешься, что ли? Да нет. Шелка. Аминь. Давай. Давай. Теперь я туда вплеснею. А то я сейчас налью полный. Малый молока сегодня уже вплеснуть. Снова. Третья. Третья. Аминь.